Урок 1. Настройки рендера и оптимизация работы в короне. Разбор настроек. Корона настолько хороша, что особо и не нуждается в специальных настройках. В данном уроке мы разберем то, что поможет сделать ваш рендер еще лучше. Заходим в настройки Render Setup. На первой вкладке все настройки относятся к стандартным 3D Max, а вот на 2, 3, 4, 5 уже к короне. Перейдем на вторую вкладку сцен. Найдем блок General Setting. Пройдемся по кнопкам. Show VFB с помощью этой кнопки вы сможете открывать последнюю отрендеренную картинку. Например, вы случайно закрыли окно рендера после того, как запустили рендер, или уже отрендерили картинку. Она сохранена в памяти до тех пор, пока вы не начали рендерить следующую. Start Interactive. Запустить интерактивный рендер. О том, как им пользоваться, я рассказала на своем уроке на YouTube. Также мы встретимся еще раз с ним в моем курсе. Setup Light Mix. Установка Light Mix. О нем я подробно расскажу в четвертом уроке. Open Material Library. Open Material Library открывает библиотеку материалов Короны. Такая библиотека есть в короне в версии 1.7 и старше. Reset Setting отменяет все настройки. Намного интересней блок про кресив рендеринг лимит. В этом блоке вы задаете лимит рендера. Всегда у новичков возникает вопрос, сколько рендерить картинку. Это не в Ray. Здесь нет кубиков и поэтому очень сложно предугадать, сколько рендерить картинку. Здесь предлагается три варианта, где вы можете задать лимит. Первое это пассы, второе это шумы и третье это Time Limits, это лимит по времени. Начнем с первого варианта, пасс лимит. Пасс это простым языком один проход просчета. И чем их больше, тем картинка чище, без шумов. Посмотреть количество пассов можно на второй вкладке рендера. Статс, статистика. Находится в блоке Performance, первая строчка пассы Total. Сейчас здесь написано, что было 11 пассов. Также это можно увидеть в окне прогресс бара. То есть, когда вы запускаете рендер, появляется окно. Здесь сначала идет подготовка геометрии, просчет освещения и после этого идут пассы. Теперь пошли пассы. Рендеринг пасс второй. Первый пасс уже зачтен. И так далее. По своему опыту знаю, что предугадать, какое количество пассов вам понадобится, практически невозможно. Для одной сцены, например, поставив количество пассов в 1000, будет достаточно, а для другой нет. Все зависит от сложности сцены, освещения, геометрии и материалов. То есть, в окне вы пишете, например, пасс лимит 1000. Далее запускаете рендер. Как только 3D Max просчитает 1000 пассов, рендер остановится. Вариант второй. Noise Level Limit. Вариант второй гораздо более надежный. И я в основном полагаюсь на него. Это уровень шумов. Посмотреть уровень шумов можно также на вкладке «Статистика». Это уже вторая строчка. Noise Level. Данный момент он неизвестен, поскольку картинка еще в начале рендера. Затем мы вернемся и еще раз посмотрим сюда. Здесь у меня задан лимит 1.6. Конечно, чем меньше этот показатель, тем лучше. Никто не хочет картинку с шумами. Я обычно придерживаюсь цифру 1.1.6. Если есть время на рендер. Если нет, то жду пока отрендерится хотя бы до 2.5%. Посмотрим здесь, какой уровень шума. Вот сейчас появился уровень шума 16.71%. Это очень много. Поэтому рекомендую рендерить хотя бы до 2.5%. Ну а мы пока вернемся к третьему варианту. Третий вариант – Time Limit. Здесь можно задать рендер по времени. Вы выставляете все до часу, аж, минуте, м и секунде. Рекомендую использовать только один из трех вариантов. Понятно, что можно поставить все три, но, как правило, 3D Max вылетает, и он не выносит такую задачу. Денойс. Убираем шумы. Шумы – достаточно распространенная проблема в рендере картинки. Это вот эти вот белые точки. Есть две причины образования шума. Первая – это недостаточное количество времени для просчета картинки. Вторая – это ошибки при настройке света. Особенно это касается Light Mix. Вторую причину и как ее исправить я рассмотрю на уроке 4, посвященную Light Mix. А первая решается либо увеличением времени просчета, либо задействуем Denoise. Для начала разберем, что это такое Denoise. Denoise – это дополнительный просчет рендера картинки, можно сказать, постобработка, которая размазывает пиксели, убирая тем самым шумы. Включить я ее рекомендую, независимо, будете ли вы рендерить достаточное количество времени или нет. Включить ее можно на второй вкладке «Сцен», в блоке «Denoise» в меню выбрать «Full Denoising». В любом случае, если вам не понравится результат, вы сможете Denoise отключить. В настройках Denoise – Denoise Amount лучше ставить единицу, это максимальное сглаживание. Denoise Radius я обычно ставлю 0,3. Теперь можно запускать рендер. То, что вы включили Denoise, можно будет увидеть на первой вкладке «Пост» в блоке «Denoising». До этого здесь цифра была неактивной. Отрендерим картинку до определенного момента. Итак, отрендерив определенное количество времени, чтобы задействовать Denoise, нажмите один раз «Стоп». После этого перейдите на вкладку «Статистик», вы увидите в строчке «Denoising» пошел процесс сглаживания. Сколько времени он может занять, зависит от того, какой сложности картинка. Также Denoising отображается в окне прогресс-бара и также отображается, сколько здесь этапов он запланировал. Если мы посмотрим на картинку, то увидим, как сглаживаются вот эти вот мелкие точки. Считать процесс законченным можно после того, как исчезнет окно прогресс-бара. Итак, мы видим, что исчезло окно прогресс-бара, значит, процесс Denoising закончен. Все равно некоторые белые точки остались, это потому, что недостаточное количество времени было отрендерено. Мы видим, что здесь сглажен результат. Например, поставим здесь 0, это без Denoising, единица с Denoising. Также вы можете выбирать значение между 0 и 1 для того, чтобы найти подходящее. Но я все-таки рекомендую отрендерить достаточное количество времени, чтобы уровень шумов упал до 2-2,5. И все равно пользоваться Denoising, поскольку в тенях на свету могут быть все еще белые точки. Corona Proxy. Proxy это вспомогательная функция как у Vray, которая позволяет переводить тяжелые многополигональные модели в меш. Меш это объекты с более простой геометрией, но при этом на визуализации они будут выглядеть как сложнополигональные, то есть так, как будто вы и не переводили его в меш. Выиграем мы здесь в том, что это меньше грузит сцену, а значит рендер идет быстрее и компьютер меньше подвисает. Единственное, что является недостатком меша, вы не можете редактировать геометрию объекта после преобразования в меш. И если это многосоставной материал, то могут возникнуть трудности с редактированием материала. Обычно после преобразования в меш уже ничего с ним не делают. Выберем сложный объект в сцене, например, это наш цветок. Убедимся, что больше изменений в этом объекте мы делать не будем. Если сомневаетесь, то лучше сохранить копию сцены. Жмем по объекту правой кнопкой мыши и выбираем Corona Proxy Exporter. Также он находится на панели и выглядит в виде вот такого вот значка. На какие настройки следует обратить внимание? Output Options – это место, куда будет сохраняться ваш преобразованный файл. Потом во время рендера подгружаться из этого файла. Желательно сохранять его в эту же папку, где сохранен ваш проект. Либо в папку с текстурами. И еще стоит обратить внимание на Viewport Visualization Method. Находится это здесь. Обычно стоит Wire Bounding Box. Это наилучший вариант. Прозрачная коробка. Так как меньше всего расходит оперативную память компьютера. Есть еще другие варианты. Solid Bounding Box – это непрозрачная коробка. Point Clouds – это облако точек. Full Mesh – это полноценный файл. В любом случае после перевода вы можете поменять метод отображения. Перед экспортом еще посмотрим на количество полигонов. Миллион пятьсот семь. Включить можно, нажав цифру семь на большой клавиатуре. В любом из окон. Нажимаем теперь экспорт. Цветок у нас преобразовывается в Mesh. Как мы и указали, это прозрачный бокс. Количество полигонов уменьшилось. Ну а если мы отрендерим картинку, то увидим, что цветок остался у нас на месте. Ну а в папке Mesh будет выглядеть вот так вот. Расширение S-Geo. Смотрим на визуализации. Цветок остался. Количество полигонов мы уменьшили. А значит он меньше грузит сцену. На этом урок по настройкам завершен. До встречи в следующих уроках. До встречи в следующих уроках.